Меня зовут Виктор, фамилия моя Бабарикин, я дирижер, оперно-симфонический дирижер, эстрадный дирижер. В сегодняшней программе «Скажи, не молчи» мы будем говорить о музыке, о творчестве, о моей семье. Я думаю, вам понравится. Здравствуйте, вы смотрите программу «Скажи, не молчи» в студии Виктория Попова и Татьяна Щербина. И в гостях у нас сегодня заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, дамы, спасибо, что пригласили. Очень давно не виделись, это правда, но есть у нас сегодня повод встретиться, потому что 9 июня, как известно, уже всему городу, потому что вы заклеили, мне кажется, афишами все соцсети, все переходы и все улицы вот этой прекрасной афиши. Мы знаем, что в Белгосфилармонии пройдет концерт «25 лет на сцене», и Виктор приглашает друзей, называется программа «Кто придет поздравить маэстро?» Концерт действительно необычный, так уж получилось. Я планировал совершенно другую программу. Недавно я был в туре с известным итальянским исполнителем Александром Софино, и, вернувшись в Минск, я хотел сделать программу «Вокальный пир». Начал выбирать дату. Обычно я всегда проекты, как «Дым над водой» или какие-то яркие новые программы стараюсь делать в знаковые даты. Ну, думаю, 9 июня, рядом, день рождения, а потом смотрю, мне же 45 лет. Я решил, что во временем мы с этой программой, и в соцсетях я написал, уважаемые артисты, у кого есть желание поучаствовать в этом концерте, жду, пишите. И те, кого увидите на афише, откликнулись. Кого-то, конечно, я сам попросил. И все бесплатно? Не скажу. Ну, а если это друзья, я так понимаю, что можно же прийти поздравить любимого дирижера? Действительно, друзья. Во-первых, мы очень много работали вместе. Обычно вообще дирижер – это как родной брат для певца. И для исполнителя, если ты работаешь, будь то звезда, будь то начинающий артист. От дирижера очень многое зависит. И, конечно, эта дружба, она взаимна. И мне приятно, что артисты в этом концерте будут участвовать профессиональные люди. Очень известные люди, которых я очень уважаю. Ну да, много людей будет, на самом деле. И у нас даже стоит задача как-то сократить концерт. Не знаю, что делать, наверное, будут дирижеры. По разу быстрее. А почему? Пускай он длится долго или нельзя так? Ну, вот представьте, вы приедете на концерт, он уйдет 4 часа. Ну и что? Я смотрела спектакли 8 часов. Ой, вы знаете, у меня была такая ошибка один раз. На Славянском базаре я приехал, у нас была программа о вертюрах фестиваля. У меня концерт был 4 часа. И вы знаете, это страшно, когда на третий час концерта люди встают и уходят. Поэтому лучше этого не делать. Устают люди, понимаете? Даже когда классно поют и играют, но все равно уже... Я сам был на таком концерте у Александра Тихановича и Едвиги Попласка. Он ушел больше 4 часов. Но я отсидел, отслушал честно все во Дворце Республики, но было тяжеловато. Без антракта все ушло. Вы знаете, кого мы в афише увидели? Вашего сына Алексея Бабарикина. Это кто? Продолжатель династии, что ли? Да, это мой сын. Это творческий эксперимент. Он немного будет на сцене, буквально 3,5 минуты, 4. Сыграет произведение на инструменте, один сольно. Он учит себя в лицее при консерватории. И у детей сейчас нет возможности выступать очень много или вообще выступать. То есть они погружены в учебный процесс. И поэтому... Давайте мы послушаем, как он Хачатуряна играет. Ага. Вы кусочек выкладывали. Да, я понял, вы нашли. Ну, не кухры-мухры, с ним пей, я вижу. Вообще он не пианист. Он не пианист сам, он хоровик-дирижер. Но фортепиано мы занимаемся усиленно, потому что я считаю, для музыканта фортепиано это... Тогда открыты все дороги. Основа... То он дирижер, или он певец, это очень важно для композитора, владения инструментом. И когда он был маленький, он говорит, папа, почему у меня в лицее фортепиано три раза в неделю у всех? Два раза говорю, да нет, у всех говорю три раза в неделю. Я просто специально одно занятие еще доплачивал дополнительно факультативом. И у него фортепиано очень хорошо идет. Ну, во-первых, абсолютный слух у него. Я бы не привел его в музыку, но когда я услышал, что он все слышит, мы решили этим заниматься. Конечно, ему приходится очень много работать. Виктор, вы страшный человек, он хоккеистом хотел стать. Ну, хоккеистом тоже он не хотел стать, я тоже его в хоккей привел вначале. Мы год потренировались, но после серьезных травм я решил, что я не буду травмировать ребенка, пусть слышит, что он будет музыкантом. Я бы очень хотел, чтобы мой сын, прежде всего, стал хорошим человеком. Ну, а профессию он выберет сам. Чем он будет зарабатывать? Чем он снищет себе, так скажем, на хлеб насущный? Вы знаете, когда я учился в музыкальном училище, я не думал о том, что где я буду и как я буду зарабатывать. Это другое поколение, они знают, как они будут зарабатывать, поверьте мне. Да мне кажется, музыканты, ну, сегодня мало имеют шансов. Почему? Если ты хороший музыкант, ты голоден не будешь. Кстати, о хороших музыкантах. Вы признавали, что в молодости, учась в консерватории, играли в подземном переходе в Минске. Да. А вот в подземном переходе можно встретить талантливого, хорошего музыканта или там все-таки... Я и сейчас могу стать в переходе сыграть, это не проблема абсолютно. Какое время? Расскажите, я приду послушать. Я напишу в соцсетях, шутка, потому что директор филармонии это не одобрит, я думаю. Но дело в том, что в переходе бывают хорошие музыканты и сегодня стоят. Например, я знаю, что в Штатах для того, чтобы играть на улице, нужно даже конкурс пройти, получить лицензию. То есть там нельзя просто стать и играть, ты должен классно играть. И у нас тоже, вы видите, вот на Якуба Колоса стоят музыканты, играют, и достаточно приличные. Объясните мне, вот это для чего они делают? Это для них репетиции? Нет, нужны деньги. Я когда встал в переход, нам просто были нужны деньги. У меня была компания друзей моих из консерватории, нам нужны были денежки. И я говорю, сейчас будут деньги, ребята. В консерватории был ящик, где стоял мой айфон, я его взял и стал, поиграл час. И нам хватило на вечер молодым ребятам сходить в кино. Ну вот у хоккеиста было бы больше шансов. Хоккеист, если вы станете звездой, если вы будете играть в клубе, но хоккеист, который только начинает юниор, то это другая история. Вам очень повезло, вы учились у Геннадия Провоторова. В этой студии, когда мы встречаемся с музыкантами серьезными, мы всегда вспоминаем его очень добрым словом. Но к тому же вы равняетесь на таких известных дирижеров, как Владимир Федосеев и Валерий Гергиев. И даже мы нашли у вас вот такое совместное фото. При каких обстоятельствах вы познакомились? Это фото в Минске, в нашей филармонии. Он здесь дирижировал в рамках пасхального фестиваля московского. Он проезжал на своем знаменитом поезде, Валерий Абелисалович. И он давал здесь пятую симфонию Малера. Я был на этом концерте, зал был продан. Буквально там, наверное, за полдня не было билетов уже. И у меня была возможность с ним пообщаться. Почему он великий, как вы думаете? Он очень много работает, но и талант у человека. Безграничный талант у него. Малера, когда он дирижировал, что-то испытывали такое, что он потрясающе хороший? Ну, я не только Малера. Я в Москве специально, когда бывал там, и когда был на стажировке в Кремле, еще как только начинал в президентском оркестре, я был у него на концертах в Москве. Он как раз тогда выступал в Московской филармонии своим оркестром. Высокие профессионализмы. И очень сильные музыканты рядом с ним у него в оркестре. Там, кстати, много белорусов играют. Ну, мы знаем, что белорусские музыканты, они супер. Ну, у нас вообще очень много талантливых людей. Кенни Джик, кстати, дедушка его из Минска. Горелик, концертмистр нашего симфонического, скрипач, это его дедушка. Тесен мир. Послушаем, как на этот вопрос ответил Сергей Скрипка. Еще что-то, вот то самое темное в дирижировании, что ты не можешь объяснить. Мне рассказал один музыкант, он говорит, мы сидим в зале, говорит. Ну, идет такой гул обычный в зале, там, оркестр сидит, что-то там разыгрывается. И вдруг я чувствую, как меня что-то начинает приподнимать в кресле. Говорит, я не пойму, в чем дело. И весь зал тихо-тихо так замолчал. Я вижу, открылась дверь и появился Герги. Он еще ничего не сделал. А я чувствую, как меня приподнимает что-то в кресле. Это вещи, которые объяснить трудно. Ну, вопрос к вам после этого спича такой. У вас эта темная сторона есть? Вы знаете, о дирижировании мы будем говорить, если то передач, наверное, надо 500, чтобы что-то рассказать. А вообще об этом в виде искусства, профессии. Римский Корсаков да-то говорил, что дирижирование – это дело темное. Но не совсем оно и темное. Особенно музыканты чувствуют, кто перед ними профессионал или так. По-разному бывает. И дирижер, когда идет к пульту, музыкант уже понимает, кто будет дирижировать. Этот дирижер или мы им будем дирижировать. Он же сам выходить из оркестра. То есть я же работал с дирижерами изнутри. То есть я артист оркестра и начинал как музыкант коллектива. Поэтому эта профессия, она очень интересная, но она очень-очень сложная. И у меня бывали такие минуты в жизни, когда я задавал себе вопрос, зачем я пришел в эту тяжелую профессию. Дирижирование – это очень тяжело. А зачем вам понадобилось дважды оканчивать Академию музыки? Специальность музыкант-духовик и оперно-симфонический дирижер. Таковы правила. Сначала нужно иметь специальность. Дирижирование оперно-симфоническое именно – это вторая профессия. Это принято везде, во всем мире. То есть не можешь ты родиться и стать дирижером. Ты должен быть либо пианистом, либо скрипач, либо трубач, либо вокалист. Стать сначала музыкантом для того, чтобы управлять и работать и развиваться дальше. Я почему вообще начал заниматься дирижером? Потому что я понял, что как духовик, инструменталист я уже себя, можно сказать, реализовал. То есть это было такое решение? Сначала я стал музыкантом? Сначала нужно стать музыкантом, потому что если ты придешь в оркестр, и люди, которые на тебя смотрят, и ты к ним пришел, ты должен им что-то сказать, что-то принести и что-то новое для них открыть. Потому что, как правило, в оркестрах сидят народные заслуженные артисты. Вот я дирижеры много и в России, и у нас, и в Израиле я дирижер, везде. То есть я объездил много стран, оркестров, как гастролирующий дирижер, с разными певцами, коллективами, рок-коллективами, известные певцы. И вы молодой дирижер. Даже сегодня мне 45, но для дирижера это молодой возраст. Тогда мне было вообще 24, 26, 30. А перед тобой сидят уже маститые музыканты, фермачиты такие, профессора. Это для тебя экзамен. Сейчас я уже как-то потерся, поездил, такой уже тертый калач. Но это вообще не просто молодому музыканту найти общий язык с мастерами, которые сидят в оркестре. В этом самая большая сложность, как я понимаю. Нет, а дирижирование это целый комплекс. Например, все происходит на репетиции, вы не знаете, что вас ждет. Вы идете в коллектив, особенно если это коллектив, когда ты прилетел на самолете, и ты идешь уже на репетицию. Через два часа ты выходишь в оркестр. Все происходит сейчас. То есть если как-то возникает проблема, ее нужно решать дирижера сейчас. Неважно, это свет, это звук, либо это голодный музыкант, либо сломался инструмент, либо опоздал певец, либо нет нот, либо сыграна не та нота, либо музыкант неуважительно себя ведет на репетиции, либо наоборот все очень хорошо, все дышит, все пропитано музыкой. Вот у меня так было сейчас в Крокусе в Москве. Вы играете на духовом инструменте с красивым названием эюфониум. Это такая труба-баритон. Давайте послушаем. Это туба вообще. Маленькая. Маленькая туба. Это интернет, все-таки соцсети, нельзя укладывать ничего, сразу сюда ходят люди. Это я дома, кстати. Жена будет ругаться, там в шкаф едем, в котором вещи лежат по-разному. А какой прекрасный джаз какой-то, да? Ну это я для себя сидел, играл. Здорово. И ходят слухи, что не только для себя играете, а на даче соседей пугаете, делаете им побудки. Наоборот, они наоборот. Это было один раз. Я сделал побудку, честно. У меня хорошие есть соседи, они сами генералы. Настоящие генералы. Живут три генерала, и они живут выше. У них дача находится. И как-то они пошутили. В 5 утра можешь нам сыграть подъем? Я говорю, хорошо. Они думали, это шутка. Я поставил будильник, открыл окна и в 5 утра не сыграл подъем. Мне вообще только когда я прочитала об этом, мне казалось, что это вы прям балуетесь. Ну, безюморочнику, да. В нашей жизни. Но соседи оценили? Это здоровый юмор. Ну не все были. Ну, генералы говорят, они проснулись. Но они попросили, я обещал, я сделал. Давайте резюмируем про то, с чего начали, про концерт. Все-таки уже нет смысла рыпаться, бежать в кассы. Все продано, как я понимаю. Да, у нас полный зал. Их-то вы не весело об этом сказали. Понимаете, что зал маловат, конечно. Конечно, он акустический для концертов именно, может быть, не такого плана. Потому что, например, когда мы с Олегом Паули сделали симфорок-концерт, на меня написали бумагу и на Олега, что пришел Бабарикин, и Паули разваливают филармонию. Ко мне пришел директор, говорит, что даже, представляете, люди есть такие сумасшедшие, которые принесли какие-то приборы втихаря на репетиции. Это кто-то из оркестра, не буду говорить, какого. Они замерили децибелы и написали бумагу, что превышение нормы – это плохо для здоровья. А мы просто комбики для гитар, обычный рок-концерт. Причем все было комфортно на концерте. И, конечно же, люди, которые с академическим образованием уже в таком почтенном возрасте, они, конечно, меня восприняли не очень добродушно с рок-программой. Но у вас еще какие-то очень трепетные и нежные отношения с Владимиром Высоцким. Что-то планируете в этом направлении двигаться, программу делать? Эта программа ушла в народ, и на нее есть большой спрос, в том числе и за рубежом, в наших странах постсоветского пространства. В Минске изначально я эту программу показал во Дворце Республики дважды. Затем я обратился к артисту театра и кино Артура Федоровича. Это уникальный человек. Он Высоцкого знает очень хорошо. Он весь концерт читает его стихи, играет на гитаре, поет. И он уникально ведет этот концерт. А с Высоцким у меня связано вообще мое детство, потому что мой папа слушал на магнитофоне эти песни все. И ту расстроенную гитару я запомнил всю жизнь. Мама мне даже принесла недавно, мама у меня, она и сейчас работает в канцелярии, в управлении милиции Мингородсполкома. В юности она Высоцкого набирала на машинке. Вот она мне подарила то, что она набирала все его стихи, там такой талмуд вообще. И Высоцкий сначала я эту программу боялся делать, потому что я как-то не чувствовал мелодику, а потом даже написал целую фантазию на его теме на последнем концерте. И мы даже выступили в Витебске. Браво поддержал это Глеб Лопицкий. В день рождения Высоцкого мы программу показали в концертном зале. И вас не хотели выпускать. Я смотрела «Бесы», это было потрясающе, конечно. По вашему мнению, в чем феномен Высоцкого? Есть у вас объяснение какое-то? Талант. А как талант можно объяснить? Он просто, эти слова, казалось бы, у него остро, так контекстуальные, да, они актуальные, а они живут и живут и живут и переживают время. Сколько лет уже прошло. Знаете, это настоящий артист, потому что сейчас вот все говорят, надо сделать хит, надо сделать продукт. Продукт в магазине, молоко, кефир. Продукт или проект. Творог, да. Или проект, или продукт. У меня тоже там проект на афише написано, это модно, да. Тогда люди не думали о продукте. Человек-артист, вот у него изнутри это шло, то есть он хотел это дать людям, это настоящие артисты, не сфабрикованные люди. Ну а как Вы фантазию написали, если Вы когда-то признались, что Вы больше умеете исполнять музыку, чем ее сочинять? Ну там же музыка не моя, она Владимира Семеновича. Аранжировочка, да? Песен, да, соединил их вместе. Оркестровка. Оркестровка владеют все дирижеры, уважающие себя. И ноты знают. Представляете? Вот Вы смеетесь, а вот на этот концерт гитариста сложно было найти. Я звоню гитаристам, ребятам говорят, Виктор, мы по слуху только его подбираем. Причем классный гитарист, я смотрю, мне прислал свое портфолио, там, значит, видео какие-то. Я говорю, ну если ты 30 песен выучишь наизусть, мы учат. Говорит, мы ноты не знаем, мы на слух снимаем и играем. Это же есть анекдот по этому поводу. Расскажите. Саксофонист приходит в консерваторию поступать, а он сам всю жизнь играл только в ресторане. Он приходит, сидит, профессора консерватории, сыграл какой-то джазовый стандарт, ну, позволялось саксофонистам поступать в консерваторию с джазовым стандартом. Ему говорят, сыграйте, пожалуйста, гамму. До мажора, до реми фасоли седу. А он говорит, а что такое гамма, саксофонист из ресторана? Я не знаю профессорам. Ну, как это вы не знаете, вы поступаете в консерваторию, сыграйте гамму. Он подумал, подумал, говорит, ну, представляешь, вы когда заказываете мелодию, да, мы хотим какую-то песню, да, там, грубо говоря, сыграйте Катюшу, да. Он говорит, саксофонист, профессору, я сыграю гамму, но вы, пожалуйста, мне ее напойте. Давайте сделаем паузу, прервемся ненадолго, напоминаю. У нас есть телеграм-канал, скажи, не молчи, подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи. В эфире снова программа «Скажи, не молчи», и сегодня у нас в гостях дирижер-музыкант Виктор Бабарикин. Виктор Владимирович, ну, не можем не вспомнить вашу деятельность в роли главного дирижера и художественного руководителя президентского оркестра. Вы отдали ему почти 17 лет, да. Под вашим управлением оркестр сопровождал выступления многих знаменитейших артистов. Это Демиса Урусоса, Хосе Карререса, Сары Конор, Александра Софина, группы «Скорпионс», Дмитрия Хворостовского. Сегодня бываете на выступлениях коллектива или эта страница уже для вас закрыта? Ну, для меня страница не может быть закрыта, потому что этот коллектив я создавал. И, конечно, я бываю по возможности на концертах, и мы общаемся с музыкантами оркестра. Какие-то вещи я даже критикую, которые сейчас происходят там в оркестре, потому что это все-таки мое детище, потому что этот коллектив. Я очень благодарен нашей стране и лично нашему президенту появилась возможность себя реализовать 24 года. Но вам все-таки повезло, понимаете, вы оказались как-то в нужном месте. Хорошее время, в нужном месте, но я не скажу, что я там почивал на Лавров. Мы очень много работали, очень много сделали. Это да, но шанс такой дается. Шанс и все возможности, конечно, ресурсы. А как это произошло? Помните? Раздался звонок, да. Ну, почему вы, а не кто-то другой там? Был конкурс. Конкурс? В наше время дирижеров назначали по конкурсу. Ничего себе. Какая старомодная у вас программа. Вначале оркестра не было. Был объявлен конкурс на главного дирижера. Был указ президента об этом. А сколько было кроме вас претендентов? На последнем финальном туре 5 человек. Мы дирижировали оркестром. Сначала был отбор документы, потом оркестр, потом служба безопасности, либо до этого президентом, потому что вы находитесь постоянно возле главы государства. Ну, безусловно. Потом уже мы собирали коллектив вместе с Минкультом и с управдилами президента. Прекрасное время. А вы вспоминали, когда президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил президентский оркестр, он сказал, ребята, играйте для народа. Конечно. Удалось вам следовать этому призыву? Да, я всегда этим руководствовался, и сегодня я это делаю. Если вы видите это на афишах, у меня полные залы, потому что люди идут на концерт. А у нового дирижера Виталия Кулев? А вы у него спросите сами об этом. Он не новый дирижер. Это Виталий Григорьевич. Это человек. Кульбаков. Кульбаков, да, он работал у меня дирижером, он мне помогал все эти, но не все 17 лет работал. Вначале он был тромбонистом, играл в оркестре. Мы учились вместе, он был немного младше меня, он даже учился у меня на практике по баритону. Он тоже баританист, кстати, духовик. Вот достаточно положительный человек, талантливый музыкант. И ему очень непросто, вы знаете, там это на сцене все красиво. Дирижер с оркестром, там очень серьезный фронт работы. Ну, а вот этот посыл, играть для народа, как вы его воспринимаете, расшифровываете? Что это означает? Ну, вот Высоцкий играл для народа и пел. То есть это особенный репертуар должен быть? Протокольные мероприятия, я делал то, что мне говорят, то есть то, что необходимо. Вот, например, значит, завтра приезжает глава такой-то страны, нужна такая-то музыка, все, выполняешь, делай. Ищешь аранжировку, либо пишешь, либо пишет аранжировщик. Все, ноты писались даже за ночь. То есть нужно создать такую-то атмосферу на приеме и так далее. Есть протокол. Я специально даже учился протокол в Кремле. У Овсянникова, Павла Борисовича в Москве. Кремль 9. Мне повезло, меня Александр Егорович направил туда на стажировку в свое время. Меня даже называли кремлевским мальчиком некоторые конкуренты. Потому что все же было новое, служба протокола тоже новая. Сразу она у нас появилась. Да, а что касается программ для народа, то это был творческий чисто зов души. Конечно, он был управляемый тоже, потому что все-таки у меня академическое образование. Я академический музыкант. Занимался эстрадным оркестром. Но вот роковые программы, они родились творческие, симпороковые. Чем много говорит, давайте один раз послушаем одно из ваших народных выступлений. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Каспарян. Знаете, даже был я в гумере шоу за филармонию «Мужчина из машины». Я слушал ваше исполнение. Прямо человек в машине остановился. С Каспаряном, говорит. Я слушал, говорит. Группа крови. Я понял, что он говорит про вот это исполнение. Я не знаю, кто-то, какой-то блогер это очень раскрутил, это произведение. Потому что я знаю, что там очень много просмотров. Миллионов, несколько, 4 миллиона. Кто-то это сделал, ну, это дело случая, вы знаете. Я знаю, что это исполнение очень популярно. То же самое у нас с «Пиратами Карибского моря». Тоже там. Произошло, да? Да, тоже. Вот если вы наберете в интернете, в Ютубе «Пираты Карибского моря», сразу выскакиваем мысль. Первое. Надо проверить. Да, вот сразу он выпрыгивает. Ну, вы, в общем-то, ответили на наш вопрос. Вот здесь протокол, а здесь я для души играю. И в душе вы, конечно, рокер. Потому что на Борисовской гитарке играли в детстве и Цоя. Она у нас сейчас на даче. Сейчас сын ее осваивает, кстати. Да. Заблазняли девчонок. Ну, тогда ответьте нам, пожалуйста, на самый главный вопрос современности. Цой жив? Вы же знаете ответ. Вы были у него в квартире? Я был там, где он работал. То есть, где он писал вообще свои песни. Я был в Котельне. В Котельне, да. Я был в Петербурге. У нас была программа Виктора Цоя с симфоническим оркестром Петербурга и группой «Черный квадрат». Ну, продюсер ее название поменял. Ей сделал «Солнечные дни». Говорит, надо, чтобы была хорошая карма. «Черный квадрат», говорит, плохо продаются билеты. И он сделал «Солнечные дни» группа. Хорошая московская группа. Вот. Я был там, да. Что-то почувствовали? Я очень был восхищен этим человеком. Я сколько раз себе говорю о том, что вот я наблюдаю за тем, что многие люди, которые добиваются высот в творчестве, либо в карьере, либо в каком-то, может быть, даже денежном успехе, они, по сути дела, проходят очень тернистый путь. То есть это простые люди, не из богатых семей. Талантные люди, которые очень много работают. И потом они раз, вот тот же Игорь Крутой, Игорь Яковлевич. То есть он же тоже сам всего добился. Люди сами себе сделали автодидакты. Это для вас всегда пример какой-то для... Нет, просто я это увидел. Тут же Александра Софинова с простой семьи. Мы как-то ехали в туре. Ну, ни для кого не секрет, я являюсь дирижером русскоязычным. Он меня часто приглашает. Приглашенным, да. Да, сейчас в марте тоже для меня была большая честь. Я с ним работал в больших городах России с разными оркестрами. И как-то мы ехали, у нас сломался автобус. Александр вышел и начал помогать колесо менять водителям. Я очень удивился. Говорю, ты мировая звезда, певец. Говорю, Аля, ты умеешь колесо менять? Он говорит, Фитя говорит, я когда учился в консерватории Керубини, для того, чтобы оплачивать обучение, я работал водителем автобуса. Софину. Но мне кажется, что для вас такие истории поучительны, потому что в какой-то момент вы их зазвестили, нет? Вот эти все миллионы просмотров, эти... Нет, тогда миллионов просмотров не было. Это сейчас я увидел все. Ну, нет, а тогда была любовь большущая, конечно, публике к вашим программным выступлениям в Дворце Республики. Не знаю. Дело в том, что я тоже вышел из простой семьи. Отец мой рабочий, тракторного завода. Он уже ушел из жизни. Мама тоже. Мама хорошая в милиции работала, мы уже поняли. И такой мальчик. Я как-то звезд с неба не хватал. И опять же, неважно, на какой инструмент ты попадешь. Если ты интересуешься музыкой, даже ты будешь играть на ложках. Но если... А что касается звездной болезни, может быть, мне кажется, она присуща каждому артисту. Падать больно, когда находишься в лучах славы, а потом вдруг раз, и какой-то провал случается. Я своим музыкантам говорил в президентском оркестре, что мне как-то артист оркестра сказал, что мы же президентский оркестр. И я говорю, на лондонский симфонический оркестр ходят не потому, что они London Symphony, а потому, что они классно играют. И я им говорил, для того, чтобы на нас ходили, и вот эти были миллионные просмотры, нужно быть, прежде всего, большими профессионалами, учиться. Потому что мы все были студенты. У меня не было возможности взять сразу матерых музыкантов. Потому что я сам молодой дирижер, мне было тяжело ими управлять. И говорю, нужно очень много работать, и нужно гореть этим. Не ходить просто на работу. Отбил пропуск, зашел, отбил, вышел. Ничего не будет. И очень хорошо, когда у человека совпадает любовь к делу, которую ты делаешь, с профессией и с работой. Это все понятно. Вы были неподражаемы. Вы были очень крутые, Виктор, в своей работе. Почему? Мы и остались. Но я имею в виду, что, конечно, это для усмирения гордыни такое испытание. Сейчас его тоже нужно пройти. И нашли вы утешение, как ни странно, еще и на радио. Вы открыли в себе талант музыкального журналиста. Почему? Это не утешение. Это, наверное, знаете, как... Вот у вас есть программа «Вечер в мажоре». И иллюстрирована она на сайте фоткой, которая мне очень нравится. Мне тоже нравится. Это фотография. Вообще, это был заказ из Москвы, российского оркестра. У нас были рок-программы с ними. От классики до рока. Классика Энерджи. Некоторые оркестры взяли это название себе. Но это название придумала Гайяны Шиладжан. Она заслуженный деятель культуры Российской Федерации. Она директор оркестра в Доме музыки. Это ее идея этих программ всех. И она попросила меня сделать такую фотосессию. Вот, потому что это симфороковые программы. Ну, очень отвечает вашему духу эта фотосессия, мне кажется. Надо сказать, что мотоциклы все настоящие, но не ваши. Настоящие. Мотоциклы и одежда, это все принадлежит моим друзьям, которые тоже будут на концерте 9 июня. Но вечер в мажоре. Давайте вернемся к этой программе. Она как построена? Вы приглашаете известных музыкантов и еще фрагменты каких-то классных музыкальных презентаций. По-разному. Бывают неизвестные музыканты. Бывают, кого-то я услышал где-то в интернете, либо на конкурсе. Я и сейчас работаю в жюри песенных конкурсов. Талантливые исполнители, исполнительницы, молодые, которые я вижу, что нужно, чтобы о них узнали, их услышали. Ну и вообще, если слышно, что человек поет классно. Я, конечно, стараюсь приглашать людей, которых я знаю. Это уже третий год передачи. Но бывают, которых не знаешь. Но все равно я стараюсь полностью напитаться атмосферой этого человека. То есть все прослушать, просмотреть, почитать прессу о нем. Конечно, легко, когда ты его знаешь. Вот как мы с вами. Мы знакомы очень давно. Да. Но а если вы еще и приглашенный музыкант Скорпов, то они как? Это было один раз. В один раз мне очень повезло. Они не постоянно выступают с оркестрами. Мне очень повезло. Они приехали в Минск, им понравилась моя работа. И дело случая, Пол Амонд, это их английский продюсер. Вот это было давно, это было недавно. Это фотография сделана в Екатеринбурге. Это уже когда я был с российскими оркестрами, не в Екатеринбурге. Причем, кстати, Шенкер, вот он в этой шляпе, он единственный из группы, кто ходил на завтраки. У него русская жена. Он всегда здоровался. И как-то меня пригласили к ним за стол, поужинать с ними. И начал разговаривать. Ну я же такой эмоциональный человек. И мне продюсер говорит, Виктор, у нас за столом никакой музыки. Никакому творчеству говорить здесь нельзя. Как, ну музыканты? Все отдыхаем. Ты можешь разговаривать о жизни, о женщинах. О цветах. Да, о кинофильмах, но не о музыке. Я говорю, все, извините. Они очень веселые ребята, было очень классно. Здорово. Колоссальный опыт работы с ними. Меня вообще поразило больше даже не они, а обслуживающий персонал. Мы летали двумя самолетами. В одном самолете, в маленьком летали. Ну, это джет, или как они называются. Летала группа. А у нас был самолет, где были свет Франция, звукорежиссеры Англии, дирижер и бэк-вокал из Белоруссии. Бэк-вокал возглавляла Наталья Балдина, наша небезызвестная. А кто вот это собирает? Пол Амонт собирал. Это вот он все. Это продюсер, он собирал лучших специалистов по всему миру. И мне было очень приятно, что они меня выбрали. И я выхожу из самолета, короткий расскажу случай, и иду я разговариваю. Мать Озвахара, это известный, он сам виолончелист, абсолютный слух, Академия в Вене. Он мне полотенце и воду выносил. Слушай, мне так неудобно говорить. Я простой белорусский парень. Я говорю, нет. Спокойно. Он отвечал за оркестр, рассадку. И как-то группа Scorpions, она была на встрече с журналистом, говорят, музыканты будут. Тут мне приходит русский продюсер, говорит, через 30 минут. Оркестр уже на сцене. Ну, мне ребята, став, и вот все звукорежиссеры, австрийцы говорят, Виктор, давай мы пройдем New Generation песню. Я говорю, с кем? С нами. Я говорю, в смысле? Они берут гитары, одевают на себя звукорежиссеры. Одевают бас, гитару. Звукорежиссер садится за барабаны и начинает лобать, как это говорят у нас музыканты. Лучше Scorpions. Я вообще палочку не выронил, я одержу эту песню. У меня он такой челюсть свою подобрал. Я говорю, вы же играете, вы же чем они? Они так спокойно очень сняли гитары, поставили на стойки. Такие немцы, австрийцы. Да, но они звезды, а мы просто музыканты. Вот так вот, это звукорежиссеры. Но это круто, что они понимают свое место вообще в цепочке. Там фермачи все ребята были. Но они гитары настраивают. Здесь выходит гитарист, да, уже гитару ему дают настроенную. Он играет. Почему в Windows the Change всегда расстроенная гитара? Послушайте. В песне, потому что она стояла, температура, наверное, раз и далее. И она не строит всегда. Почему-то всегда это в песне не строит гитара акустическая. Не знаю. А может в этом и фишка какая-то? Может быть. Мне эта фишка очень не нравилась, когда я лежал. Я помню. А вот, кстати, в Академии управления при президенте вы осваивали азы специальности управления персоналом. В жизни применяете это? Да. Вы расскажите, каким образом? Мне очень понравилось там быть. Вообще, это моя специальность, потому что это общение с людьми. Мне очень понравились. Наталья Волоха меня вела. Она была моим специалистом по моей дипломной работе. Вообще, психология интересная история, особенно, когда ты работаешь с большим количеством людей. То есть перед тобой оркестр от 20 до 200 человек. И было очень интересно. Вот даже сейчас я могу вот к вам пристроиться. Вот есть вот эта психологическая пристройка. Вот я сел, как вы, например. Я свой, я с вами. Это очень интересно. Ведение переговоров. Но вы же, наверное, знали это после вашего опыта в оркестре. Это можно было знать, но это все было... Не систематично. Не профессионально, а так... Интуитивно. Ты узнал, как это все делать. Даже по телефону. Знаете, когда надо разговаривать? Когда говоришь по телефону, чтобы быть более значимым, нужно стоять говорить. Тогда ты такой вот такой... Это какие-то вещи интересные. Это мелочи я рассказываю. Я вам серьезно говорю. Вот как вести переговоры, как добиваться того, чтобы... То, что ты хочешь. Бывает же мы ведем переговоры, да? Как моя мама говорит, к начальнику заходишь со своими мыслями, а уходишь с его. Вот и переговорили. Да, поэтому это очень-очень сложно. Вот если вы чего-то хотите добиться, вы приходите на переговоры. То есть владеть вот этими историями было очень интересно. Но вам оркестра не хватает сейчас. Своего оркестрика, которым можно теперь, зная все азы психологии... Знаете, почему? Как вам сказать? Как говорят, человек привыкает ко всему, да? Есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, во-первых, ты ни у кого не стоишь на горле каждый день. Потому что если ты постоянно в оркестре, ты постоянно начальник. Музыканты от тебя зависят, ты подливаешь ему контракт. Немножко другие взаимоотношения с коллективом. Когда ты гастролючий дирижер, ты никто. Ты приехал, ты такой же музыкант, как и они. И они решают, принимать тебя или нет. Тебя не поставили сверху туда. И ты уже будь добр, какой ты специалист, что ты умеешь, сможешь ли ты удержаться возле пульта дирижера вообще и наладить процесс. А когда ты гастролируешь, с самолета бывало, приходишь в гостиницу, бросил вещи или сразу с аэропорта едешь в оркестр. Тебе идут оркестр на три часа и уже вечером шоу или концерт. И нужно это сделать. И ты не начальник этого оркестра. А вы почему один раз, вот Софина с вами до сих пор работает, а со Скорпионс один раз, почему они другого кого-то наняли? Не сработали? Ну они сейчас не едут по нашим городам, их нет ни в России, ни у нас. А, то есть они в нашей полушарии, они загнадуты. Пока, ну ведь их нету. Но у них прекрасный свой дирижер. Но уже давно с ними нет творческого контакта. А Александр был очень приятным. Он позвонил, его продюсер говорит, Виктор, ты свободен в марте? Я говорю, конечно, поехали. Но мы можем посмотреть, наконец-таки, фрагмент выступления. С Александра у вас есть? С Александра, конечно. Что интересно вы... А, так это Москва. Да. Это Рокус Сити, Оркестр Русской филармонии. Дома музыки, Симфоничный оркест. Это было, я вам даже скажу, дату? 7 марта. 7 марта это было, да. Я всегда поражался, как он в такой форме. Он не тренируется в спортзале, а прекрасно всегда выглядит. Александру. Ему уже 60 лет в этом году. Потрясающе. Прекрасно. И поет 24 арии в концерте. Это ох. Живьем. И мы знаем от вас, что он очень умный. К тому, что умеет сохранять свою форму. Когда начинают говорить о политике, он умолкает. А вы? Как вы реагируете на вопросы о политике? Ну, задайте. Ну, вот 20-й год как для вас прошел? Я сегодня работаю в государственном учреждении, в государственной филармонии. Я работаю на государственном радио. Я, наверное, ответил на ваши вопросы. Да, да. Но просто есть ли люди, которые работают в государственном учреждении? Я таких не знаю. И призывают жестить в отношении врагов. По-моему, уже... А, в отношении врагов... Ну, тех, кто не поддерживает государственную политику. А есть те, которые говорят, ну, окей, все мы разные. Вы ко второй относитесь? У меня, знаете, что? У меня есть друг итальянец, не с Александра Тусовки, а он сам менеджер, он с Сицилии. Он мне сказал, Витя, а ты знаешь, что такое демократия? Я теперь сейчас покажу. Он показал погромы в Сицилии, мне показал. Вот посмотри. Ты понимаешь, что это он мне говорит? Я говорю, ну, ты знаешь, мы люди музыканты, но я все-таки за то, чтобы мой ребенок мог ходить спокойно по улице, учиться в лицее, и чтобы мы могли оставлять машину возле своего дома. И даже иногда забыть закрыть, правда? Вот я поездил тоже достаточно много, и сейчас был вот и в России. Я очень люблю наш город, Минск, и нашу страну, нашу Белоруссию. Потому что и все, вы знаете, все отмечают, все артисты говорят, ай, как у вас чисто, ух, это же как вообще, как здорово. Как хвалят наши санатории, был сейчас один исполнитель, приезжал сейчас в Питерский оркестр имени Батхина, там, дирижер Медведев, и с ними был Сергей, известный российский артист, роковый, Рогожин. И он потом, я смотрю, выкладывается в ВКонтакте, он у нас, значит, в санатории отдыхает. И он, значит, как здесь красиво, как здорово, так классно. Вот, и я с ним полностью согласен. Дороги наши. Потом лицей, вот у меня сын учится в лицее при консерватории. Есть возможность детям учиться. У меня есть знакомый итальянец, который приехал в Беларусь 10 лет назад и остался. Он открыл здесь свое маленькое дело, им занимается, и говорит, я в Италию возвращаться не хочу. Он ресторан открыл, наверное? Нет, он салон красоты, и он ездит пару раз в году в Италию, с удовольствием там, конечно, отдыхает, но возвращается в Беларусь. И он говорит, я если в Италии бы занимался этим же делом, я бы платил 72% налогов. Здесь я плачу 6%. Ну, как бы это не единственное, что его удерживает. Я знаю, что в итальянце к нам ездят. Им наши женщины считают. Все иностранцы, они все помешаны на красоте наших женщин. Ну, и не только. Конечно, они люди расчетливые и считать умеют. Те плюсы, которые вы перечислили, Виктор, они ведь тоже измечают. А сейчас давайте ненадолго прервемся. После небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал «Скажи, не молчи», оставляйте свои комментарии, предлагайте нам гостей. Все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1». В эфире снова «Скажи, не молчи» и у нас в гостях заслуженный артист Беларуси, дирижер Виктор Бабарикин. Лето в Беларуси, Виктор, это время фестивалей. В каких из них вы будете участвовать и, может быть, уже в ближайшее время в Славянском базаре в Витебске? На Славянском базаре я буду участвовать, скорее всего, в качестве гостя. Я приеду послушать концерты, скорее всего. Ну, можно сказать, что мы уже поучаствовали с программой Высоцкого 25 января. Мы уже побывали там. В Витебске. Ну да. Ну а почему вы не захотели ее в амфитеатре повторить? Я же не случайно вам задаю этот вопрос. Дело в том, что... Почему как что-то хорошее, так это где-то... Ну это наше с вами мнение. Ведь есть менеджмент. Я знаю, что в фестивале там поставлены сложные задачи самоокупаемости. Нужно продавать билеты и все это было. То есть там есть задачи. У меня прекрасные дружеские отношения с фестивалем. Я думаю, что мы в следующем году что-то и покажем там. Потому что я же на сегодняшний день дирижер без коллектива. Я дирижер, который приглашает коллективы в свои проекты. Я работаю и с оркестром Белтеля радиокомпании. Прекрасный у вас коллектив. И, кстати, первая презентация после моего перерыва на сцене была именно с вашим оркестром. С оркестром Белтеля радиокомпания. И с оркестром ГАСО Александра Михайловича Анисимова. Мы тоже делали программу. С Олегом Паули. В последнее время я очень много работаю с симфоническим оркестром и хором музыкальной капеллы Сонорус. У нас прекрасный коллектив. Мне очень нравится. Прекрасная атмосфера там. Люди молодые. И они любят музыку. То есть у них на лицах написано, что они любят, что они играют музыку. Ну а на чем бы вы хотели сосредоточиться? Вот мы видим, что душа у вас больше лежит к симфороку. На сцене. Дело в том, что, вы знаете, я очень много дирижировал вот эти все годы. Много, может быть, или мало. Сейчас я больше даже нацелен на оперный театр. Меня приглашали на худсовет оперного театра. Я сам инициировал эту встречу. На вакантную должность главного дирижера? Нет. Чтобы быть главным дирижером, конечно, у меня есть специальное образование. То есть я окончил оперно-симфонический факультет. Я знал, что всю жизнь ты не будешь дирижировать эстрадной музыкой. И вообще по своему воспитанию и начальному образованию я все-таки академический музыкант. Я в оперном театре работал. В сценическом оркестре в свое время. Там был главный дирижер Александр Михайлович Анисимов, кстати. Я работал в банде так называемой. Был концертмейстером группы баритонов, тромбонов, туб. Он мне доверил это все в свое время. Я еще тогда мало дирижировал. Повелитель туб. Да. И я планирую сотрудничать с нашим большим театром в качестве дирижера. Потому что, чтобы быть главным дирижером, нужно владеть репертуаром. Нужен опыт. Для главного дирижера нужно лет пять поработать просто дирижером. Изучить репертуар. Это очень сложно. Я очень люблю оперы. Как видите, у меня очень много было. Не много, а были программы именно чисто оперные. А любимая есть? Любимый композитор, любимая опера есть? Вы знаете, нет. Дело в том, что нет любимых произведений и композиторов. Есть понятие для меня профессия, которую я люблю. И она как-то все обхватывает. После увольнения из президентского оркестра для утешения вы завели себе собаку. Собака породы колик. Собака была уже в планах, еще когда я там работал. Сын, небось, захотел? Нет, захотел я, потому что как-то я был в детстве, у нас не было возможности дома содержать собаку. А у меня такая возможность есть. И поэтому выбор на колик, потому что это добрая собака, она не агрессивная и очень красивая. Сколько ей уже? Ну, посчитаем, значит, зовут ее Майя, это мальчик. Значит, он родился в Майе, поэтому его так и назвала, заводчица. Он сам из Гродно, родился он в 18-м году. Ну, эта собака, она реализована? Вы с ней делаете все, что надо делать с собакой такой породы? Я не дрессировал ее, то есть не тренировал специально. Но, как я понял, Коля это очень умная порода. Вообще он чистокровный, то есть у него и документы есть, но оно и чувствуется, что это чистокровная собака. Он очень ведет себя, очень интеллигентно. Ну, когда вы на гастролях, кто занимается собакой? Семья, семья, либо если мы уезжаем все, то мы отправляем в молодечно к родителям супруги. Жалейте о чем-то не сделанном? Я считаю, что я очень много сделал. Часто он скажет, что надо было бы поменьше. Что-то же все равно не случилось. Надо было бы творчество, я могу сказать. Я хватил столько жанров, что сегодня я пытаюсь разобраться и задаю себе вопрос, что же я не умею все-таки. Потому что я дирижировал и камерную музыку, и симфоническую музыку. И достаточно удачно. Ну, я просто... Вот у меня сейчас студентки есть и студенты. Подирижу, у меня целый класс у меня. А мы сейчас покажем фотографию вашей студентки. Вот это кому вы палочку передаете? Это Виктория Курмаева, она саксофонистка сама. И, кстати, она тоже участвовала в конкурсе. Очень волевая девушка. Она играет на саксофоне, она учится дирижированию. И ей очень интересна эта профессия. У них же основные профессии. Скрипачи играют на скрипке, саксофонистка играет на саксофоне. И у детей есть колоссальная возможность прикоснуться к этой профессии. Потому что в консерватории, чтобы учиться дирижированию, нужно пройти конкурс. Не каждому дадут учиться. Можно сдать специальные экзамены. А вот именно в музыкальном училище осталась еще та история, когда можно попасть в дирижирование. Когда ты не сдаешь сольфеджо, гармонию, фортепиано. Да я вообще поняла, что у вас какая-то частная практика даже есть. Вы обучаете дирижированию. Я пытался это сделать. Дело в том, что пока это дело не пошло. А что этот навык полезного дает человеку? Вот человек никогда не занимался музыкой. И он начинает дирижировать. Что приобретает он от этого? Я вам расскажу то, что я говорил. Эти директора, которые управляют большими компаниями. Там пять тысяч человек. Общение с оркестром – это почти то же самое. Но это похожая какая-то параллель. Да, это волшебство. Это психология. Ведь, как я для себя открыл дирижирование, это ты играешь на фортепиано, но только фортепиано у тебя живое под руками. Это люди. У кого-то сегодня плохое настроение. Кто-то хочет с тобой музыцировать. Кто-то тебя не любит. Кто-то ненавидит. Кто-то наоборот тебя боготворит. И тебе нужно из этого коллектива, с ними, с этими музыкантами, так настроить их, чтобы вся музыка, которая через тебя прошла, ты дома подготовился, ты идешь. Ты такой фанатик музыкальный. Ты знаешь, что будет звучать. Ты приходишь и сталкиваешься с ситуацией. Раз барьер. Люди не хотят это играть. Или не воспринимают это. Кто-то вообще не хочет это делать. Но вы как-то сфокусированы, Виктор, все-таки на психологии больше. Мне казалось, что эта профессия подчеркнуть важное в музыке. Нет? А не в том, у кого какое настроение. Нет. Дело в том, что музыка подчеркнуть хорошо, когда вы один. Зависите от себя. Вы взяли инструмент, вы зависите сами от себя. Дирижер зависит от коллектива, от музыкантов. Потому что они играют, а не вы. Вы должны создать атмосферу. Чтобы возникло это волшебство музыки, нужно включить эти творческие часы. Можно научиться дирижированию даже за пару уроков. Можно стать дирижером. Вопрос только каким? Хорошим или плохим? Если я поучаствую в этом шоу, поучусь стать дирижером, то какими навыками я буду обладать после этого? Кроме того, что у меня руки будут болеть, и я не смогу ключ вставить в дверь. Если вы будете учиться у меня, у вас не будут руки болеть. У меня хорошая школа. У меня вот дети учатся. Сейчас у меня целый класс 10 человек в музыкальном училище. И, кстати, сейчас был конкурс дирижеров, и две девочки заняли. Одна второе место, другая третья по дирижированию. Вы уже гордитесь учениками. Сейчас будет маленький каминг-аут, когда вы только начинали, и у вас была есенинская копна. Виктор, я была в вас влюблена. Я помню, ты был в газете. Да, вы выбрали другую женщину. Дай бог ей здоровья. Вот как. Но вот время идет, а вы, честно говоря, мне кажется, мало изменились, потому что если этот весь путь был дан для того, чтобы вы усмирили свое эго, то нет. С эго у вас все в порядке, как и было. Ну, а для артистов это важно. Нужно быть в себе уверенным. И эта уверенность, она не беспочвенна. Как-то у меня был какой-то спор с одним из с одним человеком. Он говорит, что вот, как так, почему? Я говорю, ты знаешь, я голодный не буду. Я стану в переход, возьму инструмент. Собственно говоря, с чего мы начали. Ну, можно сказать, что вы немножко подуспокоились? Или нет? В творческом плане нет. Нет. Я стал мудрее. Вы знаете, сначала человек, у вас же программа «Скажи, не молчи». Сначала он рождается и учится разговаривать. А потом, когда он растет, становится взрослым, он учится молчать. Молчать. Сейчас я, наверное, более философски отношусь. Ну, я пошутил, конечно. Нет, но в каждой шутке, конечно, есть доля шуток. Доля правды, доля шуток. Большое спасибо за эту откровенную беседу. С вами легко, весело. Спасибо. И желаем вам удачи, конечно, отпраздновать ваш юбилей в компании друзей весело. Пускай ваш сын вас радует, а собачка приносит душевное равновесие. Спасибо. А мы, Татьяна Щербина, и Виктория Попова, с вами на сегодня прощаемся. До свидания. До свидания. А сейчас говорит Виктор Бабарикин. Программа «Скажи, не молчи». Хорошее название. Дорогие друзья, спасибо, что посмотрели программу с моим участием. Жду на своих концертах. С уважением, Виктор Бабарикин. Редактор субтитров А.Семкин